у нас тут ноябрь на дворе день прохладный пасмурный но не дождливый короче как говорится сказала говори б в общем рулем мои музей заикался же что надо съездить музей белазов город жудина там где их производят вот мы туда и едем выбрал денечек надо скататься при самому интересно ни разу жизни там него посмотреть на язык гигантов время утреннее как раз с утреца можно туда-сюда крутануться жудина у нас можно попасть с двух сторон как бы вот эта прямая дорога с финска и можно заехать м1 думаю сам один тому постоянно там по ней швендеймса там все равно ничего интересного это вот прямой выезд с минска в сторону жудина борисов ну и соответственно дальше туда на москву здесь у нас чего говорит спорта лучше есть воинские части с правой стороны 95 97 это дальше 2 этого дела здесь унести тут и слева тоже воинская часть и там дальше справа потом будет в ч 0 4 104 по моему меня называлась память не изменяем давно это было туда направо вот там и по прямой ехать-то тут недалеко даже динаме километров 40 наверно от минска по прямке скоро поедем значит туда дорога на жудина мимо кургана слава у нас проходит если на москву то уходишь вот здесь направо как бы сторону аэропорта тут километра сколько 5 7 10 и м1 а по прямой это в жудинов борисов грузовикам транзит здесь запрещен если транзит там ездят люди тут смысла нету то через весь город жудина надо ехать потом там через весь борисов проезжать то есть овчинка выделки не стоит разница в 5-7 километров времени времени потеряешь больше топлива сожгешь а это наш курган славы никого нету понятно рабочий день 9 часов 15 минут утра да и холодно плавный поворот направо затем поверните направо Барсована не перебивай тысячи лет уже тут не ездил тут уже все планируют как планируют уже строят полностью 4 полоска будет до жудина не знаю как там дальше до борисова поверните направо но здесь же было просто две полосы и вечно тут толпу машин постоянно тяжковато было ездить сейчас все через какое-то время неважно через какое но здесь будет здесь полностью автобан до самого жудина который вот отнеется впереди и ошибся немного это было не межодин это еще было только смолевич ужас ужас тысячу лет тут не было даже не помню в каком году последний раз по этой дороге вот пока 4 полоску тянут до смолевич дальше вот пошла вот такая вот вся вот она вся такая была в общем-то как бы и нормальная но широкая большая платная скорее всего зато только таки доброе утро город жадина красота так доверяем Ларисе Иване она сказала она до музея дорогу знает не разу не доводилось бывать на этом заводе поэтому смутно представляю даже где он находится как говорит Ларис Иван наехать нам не очень далеко но наверное в жадина ни разу не грузился не выгружался что как-то так надо кстати посмотреть что кроме Белаза и не знаешь даже чем знаменит ну понятно что Белаза это городообразующее предприятие но возможно тут еще что-нибудь интересное это не 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 Поверните направо. Невозможно говорить, но из крупных предприятий-то, наверное, больше здесь особо-то ничего и нет. Через 600 метров ваше место назначения будет слева. Будет слева, да. А, ну вот, парк какой-то перед заводом. Ни разу в этом заводе не было, и даже около него не было. Ничего себе. Вон они уже стоят. Прямо на улице. Наша гордость и слава. Наверное, надо искать место, где встать и идти пешочком. Начнем отсюда. Наша гордость и слава создателям карьерных самосвалов. А сам завод вот. Прямо за этим заборчиком. Даже написано, видите, БелАЗ. Красавчик такой. Наверное, один из первых. Парк местный. Пойдем. Прогуляемся. Вот он один стоит. Ну сколько этот... Ж маленький совсем. По сравнению с тем, что там бегали, это так. Велосипед. Я карьер. Тугнуський имею в виду. Это совсем небольшой. На красавчик. МСЦ. Механо-сборочный цех номер один. ТГЦ. Чего не знаю. Тоже какой-то цех. Центральная проходная. Пойдем искать музей. О, здесь имеется какая-то аллея фонарей Жодина. Наверное, ночью тут в темное время красиво. Но потом пойдем пройдемся тут. Центральная проходная. Кирующая компания Холдинг Губелас Холдинг. Управляющая компания. А где музей? Музей, наверное, вот там дальше. Ну вот она аллея. Но как бы тут вечером, тут, наверное, я так понимаю, надо гулять. Днем здесь делать нечего особо. Вот. Оказывается, все не так просто, как казалось. Здесь надо заранее заказать инкурсию. И есть возможность покататься на тренажере. И на самом даже карьерном самосвале. Ну, стоит это, конечно, денег немалых. Просто с собой сегодня не брал. И сегодня в полвторого, мы сейчас утром приехали, в полвторого экскурсия. Ну, то есть, сегодня мы не планировали. Ну, и стоит это денег. Просто денег надо с собой было взять. Поэтому посмотрим. Ну, наверное, мы это осуществим. Ближайшие сегодня, ну, не сегодня, завтра, послезавтра. Ну, а пока тогда поедем назад. Домой. Но мы сюда еще вернемся. Век воли не видать. Я как позвонил, как мне сказали, что это, кажется, можно на нем еще и за рулем прокатиться. 10 минут по... По полигону. Все. Все. По-любому едем. И вест�. Вtem. Вяческой пациентке. Время. 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 Ну, давайте. Время. Время. На выставке не представлена вся наша основная цельрежная продукция, свою измальностанную. Ну и вопросы, конечно же, задавайте. Обязательно зададим. Мы должны, что если присесть и подержаться за золотой шар, то желание исполниться в два раза быстрее. Это связано с тем, что шестеренки в голове работают в два раза быстрее. Поэтому рекомендую, присаживайтесь, держитесь за золотой шар и загадывайте желание. Я могу вам сказать честно, работает на себе, проверено. После военное время, 1948 год. Иначе-то строительство заводских корпусов, тогда называлось наше предприятие ТОРФМАШ. Вот так вот было первое производственное здание. Завод производил оборудование для переработки ТОРФа. Постепенно расширяется производство. И уже в 1951 году ТОРФМАШ переименовывается в ДОРМАШ. Желинский завод дорожных и милиаративных машин. И завод уже производит вот такую дорожную технику. Кусторезы, прицепные катки, снегочистители, поливомоечные машины. В 1950-е годы гурно развивается горнодобывающая промышленность. И уже стране нужны транспортные средства наивысшей грузоподъемности. И принимается решение в 1958 году ДОРМАШ переименовать в Белорусский автомобильный завод. С Минска поступает предложение на нашей базе собирать МАЗы 25-тонники. А уже в 1961 году Юрий Гагарин летит в космос. Но коллектив Белорусского автомобильного завода собирает первый опытный образец самосвала БелАЗ 540 грузоподъемностью 27 тонн. Впервые в мировой практике была установлена одноместная кабина рядом с двигателем, более совершенная трехступенчатая коробка передач, короткая колесная база, желтый цвет. Вот так сформировался облик нашего самосвала. Вот такие машины в таком обличии вы сегодня увидите их на территории нашего предприятия. В то время машина была очень уникальная и она экспонируется на международную выставку в Лейпциг. И там была удостоена золотой медалью в 1965 году. В 1966 году она экспонируется в Пловдии и также золотая медаль. И все ее заслуги повторил БелАЗ 548, 40-тонный самосвал. Он также завоевал тысячную золотую медаль в 1967 году в Лейпциге и в 1968 году та же золотая медаль в Пловдии. В 1965 году вводится в действие конвейер по сборке самосвалов. Я вам уже говорила, у нас три блока цехов. В двух блоках у нас собирают самосвалы конвейерным способом. И в одном производственном блоке, это наш инвестиционный проект, там собирают самосвалы. Ручная сборка идет, статильная она еще называется. Чем отличаются? Это ленточное производство, а там на таких железных подставочках синеньких, три года по пять человек. В 1965 году в действие ввелся конвейер и там уже собирают серийные 27-тонники и 40-тонники. Будем проезжать с вами этот конвейер, я вам покажу его. В 1966 году Белорусский автомобильный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награжден он был за проект дизель троллейбозов. Это были проекты в 1966 году, а вот уже в этом году мы их испытываем на нашем воспитательном полигоне. Также покажу, там сейчас установлена линия протяженностью 500 метров, установлены столбы, где наши 220-тонники уже передвигаются по проводам, как троллейбусы. В 1968 году выпущен первый 75-тонный самосвал БелАЗ-549. Ну и за всю историю Белорусского автомобильного завода нашими конструкторами было разработано более 570 модификаций карьерной техники. Выпущено более 163 тысяч образцов техники. И это не только самосвалы грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Это еще и поливомоечные машины, бульдозеры, тягачи-буксировщики, погрузчики, карьерные самосвалы, повышенные проходимости и шлаковозы для металлургической промышленности. Аэродромные тягачи также могли встретить в аэропорту города Минска. Они у нас перевозят в Боинге до 600 тонн. Ну а здесь представлена техника... А это тоже Маша? Да. Также ее собирают у нас на третьем блоке производственном. Ну а здесь у нас представлена техника самая востребованная, я бы сказала, на сегодняшний день. Это самосвалы грузоподъемностью 50 тонн, 90 тонн сегодня мы увидим на выставке, 130 тонн кататься вы будете на этой модели, 220 тонн, 320-360 грузоподъемности. Мы подходим смелее к нашему рекордсмену. Это 450 тонн. Машина была собрана в 2013 году. В 2014 году она была продана в Россию. Там она работает на Кузбассе в Кемеровской области в разрезе Черниговец. Машина, конечно же, очень уникальная. Она дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса СНГ Европы. У нее самый большой объем кузова. Объем кузова ее 645,4 метра кубическим. Своим детям мы говорим, что 100 слонов она может перевезти. И на нашем предприятии она перевезла 503,5 тонны технологического груза. Это второй рекорд. Здесь стоят самые большие шины в мире. Диаметр колеса 4 метра. До 220,5 тонн это уже зарубежный представитель. Как правило, это Мишлен, Бриджстон, Гудьер и Титан. Длина машины. Такой полноценный бассейн. 20 метров. Ширина 10 метров. Высота 9 метров. Такое трехэтажное полноценное одноподъездное здание. И на палубу этого здания вы сегодня поднимитесь. И перед вами окроются наши просторы. Сколько их собрано? Четыре. Четыре. Всего четыре шасси такие собраны. Да. Первое шасси с 2014 года, я уже сказала, работает в России. Второе, третье шасси у нас стоят на выставочной нашей площадке. Они уже прошли полностью испытания. Рассматривают эти машины Чили, Канада, Мексика. Россия также. Четвертое шасси у нас находится на испытательном полигоне. Проходит испытание. Это более технические характеристики. Я уже вам расскажу там на выставке, когда уже будем подниматься. Там уже более интереснее. Ну да. Здесь представлен проект. В 2003 году он был разработан для чилийской компании Каделка. Если наш 450 тонн весит сам 360 тонн, а поднимает 450, суммарный вес этой машины 810 тонн, то суммарный вес этой машины уже 1000 тонн. То есть сама машина весит 460, а поднимать она должна 540. Но на сегодняшний день это проект, потому что даже зарубежные представители не могут на сегодняшний день представить нам шины, чтобы выдержать этот выпуск. С 2012 года мы являемся холдингом. И на карте Республики Беларусь представлены города. Это наши филиалы, которые входят в состав нашего холдинга. Продукцию филиалов можно также обратить внимание на нашей экспозиции. Я уже говорила, что всего у нас здесь работает около 10 тысяч человек. Это только в Жодино. И еще 4 тысячи в филиалах. Около 14 тысяч человек работают в нашем предприятии. Также у нас есть два совместных предприятия. Одно китайское и белорусское, Билджи, слышали, да? Они выпускают у нас легковые автомобили, Джили, кроссоверы вот такие. И мы являемся держателем контрольного пакета акций в размере 50,5%. Еще одно совместное предприятие уже с украинской стороны. Это Белоцерковный завод. С нашей стороны представляет это город Старой дороги. Организовали предприятие производство тормозных колодок и тормозных накладок для наших самославок. Конечно же, почетное место нашей экспозиции занимают директора. Петр Александрович Паркомчик руководил нами 13 лет. И в июне этого года он был назначен министром промышленности Республики Беларусь. А сейчас нами руководит Сергей Олегович Никифорович. Он также выходец из завода. Последние два года он был генеральным директором одного из наших филиалов в городе Пинске. Теперь он руководит нами. Ну а если вы развернетесь напротив... Хорошо, карьера взлетела. Ну, да. Ну а здесь можно посмотреть алгоритм нашей работы. Конечно же, все начинается с инженерной конструкторской мысли. Далее, изготовление деталей, сборка деталей на конвейере. Испытание. После того, как машину у нас собрали, она у нас проходит испытание. Она уезжает на испытательный полевой. Он создан у нас в наших искусственных условиях. Там машина катается 15 километров. 10 километров она едет с водителем-испытателем. 5 километров с контролером-испытателем, который фиксирует показания водителя. Ну а дальше, когда она прошла всю испытание, ее разбирают на части, укладывают на такие железнодорожные платформы и отправляют к своему покупателю, потребителю. Ну да, целиком же не отправишь. Такое лего, да? Сначала собрали, потом разобрали, потом опять отправили. Какой ценник? Что? Какая цена? Цена? Цена рассчитывается из стандартной комплектации. И в среднем 1 тонна грузоподъемности рассчитывается приблизительно 10 тысяч долларов. То есть, да, 1 тонна грузоподъемности. Но опять же, это стандартная комплектация. Когда мы говорим о том, что хочет потребитель, тогда уже включаются хотелки и все остальное. Корпоративная социальная ответственность не менее важна на нашем предприятии. Это как уровень качества жизни наших заводчан. На балансе нашего Беллаза имеются различные дворец культуры. Физкультурно-оздоровительный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс осилок, оздоровительный центр «Дудинка» для наших работников, которые отдыхают без отрыва от производства, круглогодично. Оздоровительный лагерь «Богатырь» для детей в летнее время. Мы являемся спонсорами двух спортивных команд. Женский клуб «Бенту» «Беллазганбольный клуб» и футбольный клуб «Торпедо Беллазганбольный клуб». У нас также есть стадион «Торпедо» с новейшими покрытиями, технологиями. У нас хорошо развита организация питания. Дело в том, что один из филиалов, представленный у нас в нашем составе, это сельскохозяйственный комплекс «Первомайский». И вся продукция животноводства поступает туда и в виде полуфабрикатов она потом поступает в всю торговую сеть холдинга. Поэтому у нас 8 столовых, 7 кулинарии, 1 ресторан быстрого обслуживания питания. Заводчане кушают вкусно и дешево. Визиты президента Александра Григорьевича Лукашенко. Александр Григорьевич в 2013 году провел тест-драйв самой большой в мире машины. Оценил работу коллектива на «Отлично» и была объявлена благодарность нам в юбилейном 2018 году за его личной подписью. Также в юбилейном 2008 году было присуждено почетное государственное знамя Республики Беларусь. Это очень высокие награды, не каждое предприятие может этим похвастаться, поэтому мы, конечно же, гордимся этим. Ну а здесь на экспозиции представлены сувениры и подарки со многих уголков мира. От наших друзей, от наших партнеров, от наших коллег. Обратите внимание, какие страны здесь представлены. Вот такие самые значимые, например, кусочек. Маленький кусочек никеля от общих запасов никеля во всем мире. И этот кусочек находится у нас в музее. В Казахстане, где работают наши 220-тонники на алмазных карьерах, раскопали вот такого вот красивого, тут он хамона, одинаковый подарили. Сутик алмазы могли быть. Так там же алмазы, золото, бриллианты, конечно же. Соединенные Штаты Америки поставляет нам, фирма Камец, поставляет нам двигатели на самосвалы выше 90 тонн соподъемности. До 90 тонн у нас двигатели предоставляют Минский моторный завод и Ярославский моторный завод, ЕМЗ. Все, что выше 90 тонн, это уже Каменцы, а вот у 450-тонника МТУ Германия. Там два двигателя стоят, и там 4600 лошадочек работают. Конечно же, наш белорусский стенд, да, вы уже успели его рассмотреть. Символично вот так вот в середине земного шара находится Беласа, вот где он работает, как раз таки можно посмотреть на символической карте мира. География поставок техники ГРА, где горят суммы бриллианты, там и работают наши самосвалы. Более 80 стран мира поставляется наша продукция. 60% это Россия, Украина и Казахстан. И где-то 30% это Африка, Чио и Кио. Поэтому, если кто-то хочет побывать в какой-то стране, вы же знаете, что это, да? Надо загадывать эту страну, поддержаться за наш инвакционный указатель. И я думаю, что все сводится. Белая каска, цвет руководителя, белый цвет, поэтому также можно примерить и сфотографироваться. Две минутки здесь на фотосессии, и мы тогда оденемся и идёмся дальше. В ЮАР хочу, в ЮАР хочу. Чтобы потом сравнить его с 450 тоником. 220 видел, вот так вот, как этот. Я ещё сюда и попал. Да, здесь стоял раньше. Не, не, я живу в Тугнуйском разрезе, в Бурятии. А, вы там были, да? Да, они там бегают как велосипеды, что я сюда к вам и приехал. Короче, это 90 тонн. Это так, велосипед. Это всего лишь велосипед. Это самый маленький. Мы с ним такое. Вот это хорошо, впечатляет. Какой-то ещё маленький. Так я думаю, я тут самый маленький. Я буду с вами взлетать на север. Это с ними маленький. Красавчик. С левой стороны у вас первая площадь в области. И мы как раз таки сейчас будем его поближать. Это первый конвейер. Фотографию, которую вы видели в музее. Здесь у нас собираются самославы. Это, то есть, ЦДК. Это и есть цех главного конвейера. И здесь собираемся на самославы. Подходы на север будет 30 до 60. Самые маленькие наши машины. Здесь у нас также делал гармонический цех. Сварочный, механо-скворочный, прессовый. И первый блок мы сейчас вот так будем окивать. Он небольшой. И останется у нас с левой стороны. Проезжаем мы с вами аллею трудовой славы. Это всё очень традиционное, стандартное явление для нас. Здесь у нас находятся наши методики производства. Здесь для них не только моральная мотивация, но и материальная. Мы с этим очень время получаем. И каждый год фотографии представляются. С правой стороны мы проезжаем в склад литиного цеха. И вот сюда к нам на склад поступает металлопрокат, отливки будущих деталей. И уже в зависимости от их специфики, они распределяются по трем блокам цеха. С левой стороны мы с вами проезжаем в полку заделки и сдачи карьерных самозалов. Вот после того, как у нас машина прошла испытание, она выезжает сюда, здесь и придёт в товарный рейд. Чистят, крутые, выкрашивают. И отправают уже до цеха готовой отгрузки. А с правой стороны как раз-таки находится уже готовая к отгрузке продукция. Напомню, на территории предприятия у нас нет сплотов. И складываются люди, которые работают по спектрам, по контрактам, соответственно, машины, которые здесь стоят, пишут готовые к отгрузке продукция. С правой стороны мы проезжаем в тот полк, это самый большой производственный полк. Это второй карвейер, где собирают карьерные самозвалы от 110-ти, до 240-ти. Судки здесь могут собрать до трёх машин, если это необходимо. 220 км, перепон, и сейчас мы остановимся в одном из блоков небольшого цеха. Вот здесь как раз-таки на остановочке и пойдём учимся с вами водить машину. Длинное, это получается такое длинное-длинное-длинное производственное здание. И вот оно вот на такие вот блоки, вот чтобы сейчас понаблюдать, на такие выплески цеха, оно разбито. Здесь наиболее сосредоточено производство. И сейчас мы зайдём вот в первый цех, это учебный класс. Есть у нас такой хороший инструктор, Иван Иваныч. А, всех инструкторов почему-то зовут Иван Иваныч. Отличный инструктор, да. Кто бьёт машины, кладёт ему небольшую бутылочку, шпавчик. А что у нас заранее не приду принять это? Ну мы, вы знаете, что все наши туристы почему-то профессиональнее, чем те, которые здесь учатся. Никто не бьёт. Здравствуйте. 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 Ну, это вот тренажёр 220 тонн. Значит, машину я уже загрузил, лопатами, понимаете, что люди лопатами выгружаются. Ну, давайте, Соловья, Бас, именинник, поймёт. Кто первый? Кто первый? Идите. Давайте. Именинник, у нас... Да, может быть, кстати. Здесь он, наверное, нашёл. Здесь он, наверное, нашёл. У нас сегодня не другой. Шеф! Шеф! Свободен? Свободен. Э! Здесь, вон деревья, вот бульвар. Вон дом серый. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Тебе ж сказали, дерево там такое. Ёлка, что ли? Сам ты ёлка! Тебе ж говорят, во! Да говори ты толком! И так уже восемь рублей наездили. Пруд там был? Не было. Лужи были. Может, памятник? Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке! Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. Хе-хе-хе! Вот деревня, а! Ну, ты даёшь! Кто ли его посадит? Он же памятник! Куда? Домой. Карту купи! Лапонь! Куда? 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok